Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, Эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. 26 июня, день Акелины, назван в честь святой мученицы Акелины. Когда ей исполнилось 10 лет, ее спросили, какого же ты почитаешь Бога? Она отвечала, я поклоняюсь и почитаю достойного поклонения единого Бога, сотворившего небо, землю, море и все, что их наполняет. На нее донесли и стали пытать, видя, что все бесполезно, и она не отказывается от веры, ей раскаленными железными прутьями просверлили голову через уши. Мозг с кровью вытекал из ноздрей, но она молилась. В народе этот день называли акулиной гречишницей, потому что в этот день было принято сеять гречку. Этот вид злаков был очень привередлив к погоде, поэтому соблюдали сроки посева. Ведь сеять гречку надо при ясной и солнечной погоде, пыльную, сухую или песчаную землю. Этот день также был известен как праздник каш. Крестьяне готовили каши и угощали нищих, малоимущих. Существовала поговорка «Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной». В свою очередь люди, отведавшие каши, желали хозяевам богатства и здоровья. А вот молоко на акулину не пили. В этот день оно становилось вредным для здоровья. Существовало и другое название этого дня – «Задери хвосты». Оказывается, нашествие кровососущих насекомых происходило именно в это время. Котина от бесчисленных укусов вела себя в это время очень беспокойно. Коровы бегали по лугам, обмахиваясь хвостами. В народе говорили, что скот от жары бесится, а раз так, то и молоко может быть заразным. Приметы. Если много насекомых, погода будет теплая и ясная. Если при заходе солнца, заря, желто, золотисто или розово – в хорошей погоде. У нас еще есть одна чашка. Вот. И смотри, что мы делаем теперь. Мы делим на две порции и поливаем разным майонезиком. Разным майонезиком. Так, вот этот мы поливаем с лимонным соком. Так, хватит его. А этот мы поливаем с солимовым маслом. Вот. И пробуем. Так, что у нас тут получилось? Как раз на пробу. Вот так. Сладкий. С имбирьком. Очень приятный на вкус. Лично для меня. Не знаю, как для Танюши. Ну-ка попробуй. Вот она твоя ложечка. Милочку взяла? Да, вот отсюда вот попробуй. Где сладкий? Сладкий-то вот этот. Анна, и этот сладкий, и тот сладкий. Ну-ка. Покушай. Это сладкий. Этот сладкий. Да, и этот будет сладкий. Ну-ка. А вот этот уже то, что я хотела. Кисло-сладкий. Ну. А, яблочко еще сюда можно потереть. Можно. Как вариант. Прекрасный. Быстрый, прекрасный салат. Не надо никакого уксуса, не надо всю ночь ждать в плодильнике. Да. Вот кислый, вот, значит, сладкий. Надо чуть-чуть добавить. Это уже по желанию. Можно сюда добавить яблочко. Значит, когда мы с вами добавляем сюда еще яблочко, получается такое средство, которое будет еще хорошо восстанавливать нашу кровь. Дополнительно все эти пектины, которые здесь есть. Салатики будут прекрасно. Для крови, да? Да. Для крови полезно будет еще очищать наш организм. Вот. Вот здесь, да, немножко имбиря. Ой, как вкусно. Желток, лимон. Желток, лимон. Мед. Да. Все. Если медом взять побольше, он будет слаше. Если лимона взять побольше, значит, он будет более кислый. И вся разница. Слушай, большое спасибо. Капуста исключительно полезное растение. Она незаменима при нарушениях функции щитовидной железы, так как в ней много йода. И при недостаточности почек наличие меди делает ее целебной при поражении центральной нервной системы. И некоторые вещества особенно полезны при нарушениях жирового обмена. Замечено еще одно целебное свойство капусты и моркови. Эти овощи обладают противоязвенным фактором, способствующим быстрому излечению от язв желудочно-кишечного тракта. Капустные листья обладают интересной способностью. При нарушении их целостности в них образуется дополнительно витамин С. Вот почему его больше в квашеной капусте, чем в свежей. Запоминайте. Питательная ценность цветной капусты выше, чем в белокочанной. И знаете почему? В ней богаче состав витаминов и минеральных веществ, способствующих углеводному и жировому обмену. А это значит, что с помощью капусты можно делаться стройным.